смотрите прямо сейчас рассекреченные документы как сша еще в 1950-х планировали войну на донбассе и какая роль в этом отводилась украинским националистам когда на территории незалежной впервые появилось фашистское государство и как его президент ставленник гитлера стал героем украины тайной операции пересмешник какое к этому отношению имеет аллен далес и какие американские издания пишут новости под диктовку цру это и многое другое программе скрытые угрозы с николаем чиндяйки 28 января готовности НАТО вступить в прямую конфронтацию с Россией заявил глава военного комитета североатлантического альянса Роб Бауэр незадолго до этого 25 января США объявили о так называемой танковой сделке Вашингтон и Берлин договорились что американцы передадут Киеву 31 танк Абрамс а немцы 14 танков Леопард 2 и главное Германия выдаст другим государством которое эксплуатирует леопарды разрешение на поставку этих машин третьим странам то есть Украине таким образом Киев уже весной может получить в общей сложности 321 тяжелый танк поставки нового оружия могут помочь Украине захватить утраченные территории включая Донбасс и Крым об этом 25 января объявил Белый дом а ведь есть документы которые доказывают планы вторжения в нашу страну США строили еще после окончания Второй мировой они уже тогда решали как именно будут воевать против СССР причем внимание на территории Украины и с привлечением местного населения украинцев не так давно был рассекречен вот этот доклад созданный по заказу Пентагона и ЦРУ он называется факторы сопротивления и зоны действий специальных сил Украина это почти трехсотстраничный документ в котором прописано как спецподразделения США должны начать антисоветское вооруженное восстание на территории Украины обратите внимание это доклад 1957 года каким же образом планировали действовать американцы на территории Советского Союза на что они рассчитывали 6 августа 1945 года США начали единственную в истории человечества ядерную войну американский бомбардировщик сбросил четырехтонную атомную бомбу в шестистах метрах от госпиталя для детей в городе Хиросиме а через три дня еще одну на Нагасаки жертвы американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в основном мирные жители историки утверждают ядерная бомбардировка практически не имела военного смысла и была направлена прежде всего не против Японии а против СССР взорвав две урановые бомбы и уничтожив при этом четверть миллиона человек США просто испытывали оружие которое Пентагон планировал использовать в будущей войне с Советским Союзом США еще до начала Корейской войны приняло решение о силовом противостоянии ну советской экспансии как они называли поскольку у них было преобладание и в ядерном оружии то есть ставился вопрос они просто ждали, искали возможность начать бомбардировки всей территории Советского Союза 29 августа 1949 года в 170 километрах от Семипалатинска прогремел еще один ядерный взрыв на полигоне без человеческих жертв это СССР испытал свою первую плутониевую бомбу таким образом Советский Союз передал четкий сигнал американцам что их монополии на ядерное оружие отныне не существует в итоге Вашингтон отказался от плана ядерной войны а вместо него начал разработку нового сценария вторжения в СССР так в 1957 году и был составлен вот этот документ факторы сопротивления и зоны действий специальных сил Украина авторами этого доклада является группа профессоров Джорджтаунского университета Вашингтона цель нового американского плана уничтожить СССР изнутри задумка такая заходит на Украину группа американского спецназа и они находят местных партизан вступают с ними в взаимодействие вызывают скажем волну протеста вооруженные действия их задача была сделать так чтобы СССР распался на ряд квази государств каждая шестая страница доклада это графики и карты причем очень подробные в них все что нужно знать диверсантам США о зоне боевых действий рельеф, расположение силовых структур СССР промышленных и других стратегических объектов а также как ни странно огромный массив данных об этническом составе УССР удивительно, но именно на их основе ЦРУ планировала выявлять среди местного населения потенциальных помощников США в одном из самых любопытных приложений к докладу о вторжении США в СССР вот оно американцы разделили советскую Украину на 12 зон идеальными для сотрудничества с интервентами они назвали вот эти регионы Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области то есть запад Украины, зона номер 12 а Крым и Донбасс они обозначили как зоны 1 и 2 и назвали их бесперспективными поскольку я цитирую местное население поддерживает центральную власть и по сути считает себя русским, а не украинским такое ощущение, что эта карта составлена в наши дни а вовсе не в 1957 году каким же образом тогда американцы сумели так точно проанализировать настроение жителей Украины американская карта лояльности составлялась исходя из анализа четырех факторов первый этнический состав региона далее учитывались отношения местного населения к большевикам в 1917-21 годах к немецкой оккупации в 40-е годы и количество случаев вооруженного сопротивления советской власти на основе этих данных аналитики США составили карты которые показали насколько сильно различается население Украины казалось бы единой советской республики Украина это лоскутное одеяло, она собиралась из регионов которые не имели общеисторической судьбы многие века ну скажем, западная Украина вошла в состав Речи Посполитой еще в 14 веке а восточная Украина, она была в составе России в 15-16 веках допустим, город Бахмут основан Иваном Грозным то есть это исторические русские земли и поэтому ментальность людей, проживающих на этих территориях, она совершенно разная вот как аналитики США в 1957 году охарактеризовали зону 2, Донецкую и Луганскую области УССР местные жители представляют себя русским островом в Украинском море и следовательно, отождествляют себя с российскими интересами и советской властью в зоне 3, это Чернигов и Харьков, американские силы вторжения рассчитывали лишь на минимальную поддержку местного населения так же, как и в зоне 4, в Одесской области а вот и причина почему исторически это считалось скорее российской, чем украинской территории зоной 5 американцы считали Херсонскую и Николаевскую области чуть более благоприятной для сил вторжения зону 6, это центральная Украина чем западнее, тем на большую помощь от местного населения рассчитывали американские диверсанты как следует из доклада факторы сопротивления и зоны действия специальных сил Украина от 1957 года одним из лучших регионов для проведения спецопераций являлись предгорье Карпат из-за благоприятных настроений местного населения отличных условий для маскировки а также, внимание, из-за наличия там месторождений газа и первого на Украине магистрального газопровода Дашава-Киев-Москва в 50-е годы советская столица была не просто политическим но и самым крупным промышленным центром СССР здесь было огромное количество оборонных и стратегических предприятий вот их-то США и планировали остановить при помощи терактов на газопроводах продолжение до Москвы построили в 52-м, там, в 53-м годах то есть вот на момент написания этого доклада этот уже трубопровод существовал любопытные параллели 2022 год, когда началась СВО на Украине стал годом ЧП на наших газопроводах 20 декабря и 19 ноября произошли взрывы на магистральных газопроводах у Ренгой-Помары-Ужгород в Чувашии и на Белоусова-Ленинград Ленинградской области 31 октября неожиданно произошла разгерметизация подземного газопровода в Санкт-Петербурге до этого схожее ЧП в Карелии, Челябинской области, Владикавказе в Пермском крае и Дагестане в сентябре и ноябре ФСБ предотвратило два теракта ВСУ на газопроводе, ведущем в Турцию ну а самыми крупными акциями террористов стали взрывы двух трубопроводов Северный поток 1 и 2 в сентябре 2022 года а вот и карта 1957 года на которой американцы нанесли все газопроводы УССР и отметили их как цели номер один удивительная ситуация, не правда ли? США планировали вторжение на Украину и в 20 веке, и в 21 веке в советское время эти планы так и остались на бумаге но теперь, теперь-то это реальность Такая же история и с подрывами наших газопроводов У кого-то есть сомнения, что за ними стоят не американцы? У меня таких сомнений нет Похоже, со старых американских методичек просто смахнули пыль но используют их прямо сейчас на наших глазах Смотрите далее Когда на территории Украины впервые появилось фашистское государство И как его президент, ставленник Гитлера, стал героем незалежной Тайны операции «Пересмешник» Кто ее автор? И какие американские издания до сих пор пишут новости под диктовку ЦРУ? Это и многое другое в программе «Скрытая угроза» с Николаем Чендей 24 января 2023 года Так в Закарпатской области Украины проходит мобилизация Полицейские устраивают засады, чтобы вылавливать мужчин для их последующей отправки на фронт Такое сейчас происходит по всей стране Но львиную долю роликов о принудительной мобилизации выкладывают в сеть именно возмущенные жители Закарпатья В этом регионе, по данным местных журналистов планируется призвать более 10 тысяч человек чтобы восполнить недавние потери в ВСУ под Солидаром Мобилизация, как свидетельствует это видео проводится без вручения повесток В Закарпатье проживает значительная часть этнических венгров Поэтому за принудительно мобилизованных вступился Будапешт Он потребовал от Брюсселя защитить общину закарпатских венгров Мы призываем местных руководителей немедленно прекратить зверство против венгров По официальной версии киевских властей саботаж мобилизации в Закарпатье связан с позицией местных венгров которых активно поддерживает Будапешт Однако на самом деле представителей этой национальности в регионе не так уж и много 150 тысяч То есть всего 12% Историки говорят, что есть и другие факторы из-за которых многие жители Закарпатья традиционно уже много веков отказываются воевать против России Но о чем конкретно идет речь? В июле 2021 года была опубликована вот эта статья Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев Именно после нее в широкое употребление вошел термин антироссия То есть проект Запада по созданию изнезалежной антироссийского государства Факт известный Ну мало кто знает, что впервые Украинское антироссийское государство появилось вовсе не после госпереворота 2014 года И даже не в 1991 году После распада Советского Союза Создателем проекта Украина-антироссия был Вот этот вот человек Адольф Гитлер И самое удивительное Именно фюрер сумел сформировать первое фашистское антирусское государство На территории современной Украины Еще до начала Великой Отечественной войны То есть еще до того, как танки Рейха пересекли советскую границу О каком же государстве идет речь и как руководитель той фашистской республики стал героем современной Украины Март 1939 года Появляется новое государство Карпатская Украина Прежде входившая в состав Чехословакии Гербом новой республики становится трезубец Гимном «Щеневмерла Украина», как в современной «Незалежной» Государственным языком украинский Казалось бы, вот оно Первое в истории самостоятельное, исконно украинское государство Пусть и небольшое Оно состояло из земель современной Закарпатской области Украины На границе со Словакией, Венгрией и Румынией Но как же было создано это государство? Кем? И главное, для чего? То, что фашисты и Гитлер пытался сделать там некую антироссию Мы можем сказать с полной уверенностью, просто опираясь на исторические факты Территория, на которой Гитлер создавал антироссию На первый взгляд подходила для этого меньше всего Дело в том, что основное население Закарпатья, русины Считали себя частью русского народа Например, в 1937 году в этом регионе Который еще входил в состав Чехословакии Прага провела референдум, чтобы решить, на каком языке вести преподавание в школах Тогда около 80% жителей Карпатской Руси заявили, что для них украинец Это термин, связанный, цитируем, с чужой страной За обучение своих детей на украинском высказались лишь 27% русинов Народ русинский был полностью на стороне России Не к советской России, а именно к российской культуре И на референдуме в 1937 году, который состоялся Подавляющее большинство русинов активно проголосовало за то, чтобы этот язык, наш русский язык, стал языком русинов Но у Гитлера были свои планы В сентябре 1938 года фюрер подписал с премьер-министрами фашистской Италии, Франции и Великобритании В Британии так называемое Мюнхенское соглашение, известное как Мюнхенский сговор Этим документам Париж, Рим и Лондон давали свое согласие на раздел Чехословакии, Германии и ее сателлитами В рамках этого документа немцы забирали себе Судетскую область, поляки, у которых были тесные отношения с нацистами, Тишинскую область, Венгрия, небольшую часть Подкарпатской Руси и Юг Словакии Кроме того, Берлин потребовал предоставить Закарпатью автономию Прага согласилась Так, Подкарпатская Русь получила право на самоуправление Территория на тот момент пока еще входила в состав Чехословакии Русины впервые смогли выбрать собственное правительство Первым премьер-министром Карпатской Руси стал руководитель русского движения русофил Андрей Бродий Он начал с того, что объявил русский язык государственным Однако, буквально через пару недель он был арестован чешскими спецслужбами То есть, по сути, произошел переворот Во главе местного правительства был поставлен Августин Волошин Заменить лидера русского движения Бродия на украинского националиста Волошина потребовал Берлин Получив из рук немцев власть, Волошин тут же принялся превращать местное население в украинцев В декабре 1938 года Подкарпатская Русь была переименована в Карпатскую Украину Где украинским стало буквально все Преподавание в школах, дело производства, газеты, улицы, села, заводы Даже наивысшая точка Украины по приказу Волошина в местных газетах Стала называться не гора русская, а исключительно гаверла Хотя это слово румынского происхождения В ноябре 1938 года для ускорения украинизации Августин Волошин, тогда еще премьер-министр Карпатской Украины Подписал вот этот декрет о создании концлагеря на горе Думен Около города Рахов Здесь же написано, что в концлагерь должны отправиться Пункт второй, я цитирую Политические виновники нашего края По такой расплывчатой формулировке На нары можно отправить кого угодно Или пункт третий Обвиняемые против интересов государства То есть по одному только обвинению в концлагерь без суда и следствия Главным образом тех, кто называет себя не украинцами, а русинами И тех, кто говорит на русском языке Так, через лагерь Думен за четыре месяца То есть до марта 1939 года прошло более двух тысяч человек Погибли 468 человек Старшему узнику, православному священнику было 86 лет Младшему, внуку учителя русского языка, два года Но если большинство жителей подкарпатской Руси, русины Украинизацию не приветствовали То кто же приводил в исполнение эти страшные приказы В концлагерь охраняли бойцы военизированной организации Карпатская сечь В их числе соратник Степана Бандеры Будущий командир запрещенной УПА И гауптштурмфюрер СС Роман Шухевич Но украинских националистов среди жителей Закарпатия было немного Поэтому большинство бойцов Карпатской сечи Составили ауновцы, приглашенные из соседней Галиции Тогда еще польской провинции Тем, кто проявлял хоть какую-то симпатию Москве, вообще России Те были репрессированы без суда и без следствия Это был самый жесткий репрессивный режим Волошин ввел жесткую цензуру в СМИ Которая не допускала критику гитлеровской Германии Были запрещены все партии Кроме Волошинского украинского национального объединения Оно, как было объявлено в официальной газете Закарпатья Новая свобода Должно было цитируем Играть в Карпатской Украине ту же роль, что и национал-социалистическая партия в Германии Или фашистская в Италии Ситуация кардинально изменилась 14 марта 1939 года В этот день немцы оккупировали Чехословакию Словакия объявила о своей независимости И стала союзницей Третьего Рейха Волошин, не имея никаких инструкций из Берлина Решил поступить так же 15 марта он объявил себя президентом самостоятельной Карпатской Украины И телеграфировал в Берлин Мы провозглашаем независимость и просим защиты у Рейха Перед Гитлером стоял выбор Кого поддержать? Волошина? Или же другого своего союзника? Венгрию? В той ситуации Венгрия и Румыния были куда важнее для него Чем вот и фигура такого мелкого масштаба, как Волошин Они в свое время были нужны, чтобы воздействовать опять же на Чехословакию Но их использовали и они благополучно забыли Карпатская Украина пробыла независимой 29 часов Ровно столько потребовалось Венгрии для захвата Закарпатья Националисты Карпатской Сечи, успешно загонявшие в концлагеря мирное население К борьбе против регулярных войск оказались совершенно неспособны А Волошин свою армию бросил Бежал в оккупированную нацистами Прагу, где немцы дали ему должность ректора Украинского свободного университета Августин Волошин, вот он Руководитель первого фашистского государства на Украине Узурпатор, ну то есть человек, получивший власть вопреки воле избирателей Да еще и запретивший всякую оппозицию Казалось бы, ну как к нему можно относиться? А вот полюбуйтесь как Указом президента Леонида Кучмы в 2002 году Волошин, вот этот вот самый Волошин Объявлен, внимание, героем Украины Ему установлен вот этот памятник в Ужгороде В его честь названы улицы в семи городах незалежных Вот такая вот она, украинская логика Создавать концлагеря для собственного населения Клясться Гитлеру в верности Распространять Майн кампф Все это нормально, и все это про так называемых героев Украины Смотрите далее Тайны операции «Пересмешник» Кто ее автор? И какие американские издания до сих пор пишут новости под диктовку ЦРУ? Это и многое другое в программе «Скрытая угроза» с Николаем Чендельным 27 января Роскомнадзор заблокировал в России сайты ЦРУ и ФБР За распространение фейков Ранее в июле 2022 в России была запрещена группа якобы независимых журналистов «Беллинг Кэт» вместе со своим партнером «Инсайдер» Напомним, эти организации позиционируют себя как международные экспертные сообщества в области военных расследований В частности, именно «Беллинг Кэт» активно распространяла информацию о том, что 16 марта 2022 года Вооруженные силы России якобы разбомбили Донецкий академический театр А 9 марта – роддом в Мариуполе При этом «Беллинг Кэт» делает свои выводы, внимание, на основании открытых источников в интернете Используются так называемые кадры очевидцев, а также сообщения из различных социальных сетей Интересно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена Исследовательская группа «Беллинг Кэт» близка к спецслужбам Запада И фабрикует новости по указке ЦРУ Удивляться не приходится Рассекреченные документы Центрального разведывательного управления доказывают Спецслужбы США уже давно используют журналистов в своих целях С чего же началось сотрудничество ЦРУ с западными медиа? Ален Далес в 50-е и 60-е годы директор ЦРУ однажды сказал «Мировые СМИ и Голливуд работают вовсе не для того, чтобы нас развлекать, а чтобы формировать наше мировоззрение» Конец цитаты С чего бы такие заявления? Не так давно ЦРУ рассекретило вот этот документ 1973 года Касается он вовсе не СМИ и Голливуда, а незаконных операций спецслужб США Слежки, покушения на лидеров разных стран мира, экспериментов над людьми Так вот, изучая все эти данные, журналисты-расследователи случайно получили информацию о том, как ЦРУ манипулировало и мировыми средствами массовой информации 1953 год США с трудом вышли из войны в Корее, потеряв в этой маленькой стране убитыми, пленными и пропавшими без вести 38 тысяч солдат СМИ жестко критиковали американских политиков, резко усиливая антивоенные и антиправительственные настроения в США В ответ на давление СМИ в том же 1953 году ЦРУ начинает операцию «Пересмешник» В ее рамках активно вербуются американские журналисты, чтобы для начала смягчить тон антиправительственных публикаций А затем и вовсе писать под диктовку ЦРУ Было выстроено именно системное взаимоотношение с журналистами и с целыми изданиями, с такими как «Вашингтон пост», «Нью-Йорк тайм», «Си-Би-Эс» Описано множество фактов, не просто сотрудничество, а фактически, так скажем, выполнение заданий ЦРУ Знакомьтесь, Кэтрин Грэм, американская издательница, руководила газетой «Вашингтон пост» более двух десятилетий Она одна из первых, кто открыто заявил, что есть некоторые вещи, которые общественности знать не нужно Я считаю, что демократия процветает, когда правительство может принять законные шаги, чтобы сохранить свои тайны И когда пресса может решить, следует ли печатать то, что она знает Вот так и началась эра журналистов подконтрольных ЦРУ Несколько десятилетий Центральному разведывательному управлению удавалось держать в тайне свое влияние на мировые СМИ Но в 1977 году американский журналист-расследователь Карл Бернштейн вскрыл схему этого сотрудничества И опубликовал вот эту статью под названием «ЦРУ и СМИ» Был большой скандал, но эти публикации сумели вскрыть, что Центральное разведывательное управление финансировало газеты, журналистов Использовало их в различных шпионских целях, что она использовала их с точки зрения оперативного прикрытия Потому что журналисты, которые работали в других странах или на территории даже Соединенных Штатов Америки Они активно пользовались поддержкой и так это модное слово «крыша ЦРУ» Как работает крыша ЦРУ подробно рассказано вот в этой книге «Продажные журналисты. Любая правда за ваши деньги» Которую написал Уда Ульфкотте, бывший корреспондент авторитетной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Целая армия агентов, кажущихся на первый взгляд серьезными журналистами Зарабатывает деньги, влияя на немецкие СМИ по заданию зарубежных заказчиков Автор расследования признался, что и сам не раз брал деньги за написание статей, заказанных западными спецслужбами Впервые это произошло в Ираке в 1986 году Уда Ульфкотт раскрыла схему, как спецслужбы манипулируют прессой Они готовят информацию Отдельные политики неожиданно теряют папки с этими якобы закрытыми данными Подается все, как тайная утечка Журналистам подсказывают, какие акценты нужно делать После чего появляются сообщения в прессе Каковы же масштабы операции «Пересмешник»? В 1975-м в Конгрессе США была создана так называемая комиссия Чорча Специальная для расследования незаконной деятельности ЦРУ Она подготовила вот этот секретный доклад В нем целый раздел посвящен тайному взаимодействию спецслужб США со СМИ Комиссия выяснила, что с 1953 по 1976 год в операцию «Пересмешник» Были вовлечены 25 крупнейших американских газет и телеграфных агентств 3000 агентов и сотрудников ЦРУ А вся их работа по дезинформации мировой общественности Обходилась налогоплательщикам США в огромную по тем временам сумму 265 миллионов долларов в год Выводы шокировали конгрессменов Однако не так давно стало известно, что в операцию «Пересмешник» ЦРУ втянуло не только крупнейшие западные СМИ Чего же не заметила комиссия Чорча? Перед вами расследование, которое в 2017 году провели американские специалисты по киноиндустрии Пирс Редмонд, Том Секер и Мэтью Алфорд Называется оно «Документы показывают, как Голливуд освещает войну при поддержке Пентагона, ЦРУ и АНБ» Эксперты изучили тысячи документов и пришли к выводу Спецслужбы США вмешивались в создание более 1800 американских фильмов и шоу Речь идет о сотнях фильмов, которые формируют восприятие нами мира и наших лидеров Эти фильмы разрабатываются и редактируются секретными и военными организациями ЦРУ причастны к созданию целых сериалов Например, «24», «Алиас» и многих других Что же такого важного в сериале «24»? По словам продюсера Дэвида Невинса, главная идея фильма – показать, что, цитируем «Нет времени на соблюдение гражданских прав и законов, нужно действовать» А президент Джордж Буш-младший в 2004 году, то есть как раз во время выхода в эфир сериала «24» Утверждал, для спасения жизней ЦРУ должно применять, цитируем «Особые методы получения информации» В противном случае возможны повторения терактов 11 сентября Системное сотрудничество ЦРУ с Голливудом началось после создания «USIA», информационного агентства США, единого органа американской внешнеполитической пропаганды А появилось оно, как ни странно, в 1953 году, тогда же, когда началась операция «Пересмешник» И с этого времени фабрика грез начала активно работать против Советского Союза Некоторые фильмы финансировали за счет ЦРУ полностью, другие финансировались частично ЦРУ вкладывало определенного рода идеи Том Секкер и Мэтью Алфорд, независимые авторы Расследования с днем рождения ЦРУ Несколько ужасных деяний за последние 70 лет Так вот, они обнаружили документы о том, какие правки военные внесли, например, в фильм «Халк» 2003 года Операцию по поимке «Халка» авторы назвали «Рэнч Хэнд», но по требованию Пентагона название сменили Поскольку точно так же «Рэнч Хэнд» называлась реальная операция США во Вьетнаме Когда американцы распыляли миллионный тонн ядохимикатов, чтобы выжечь джунгли, в которых скрываются партизаны Ну, метод бесчеловечный, он привел к генетическим мутациям у детей вьетнамцев и американских солдат тоже А в этом эпизоде планировалось, что герой произнесет следующие слова «Все те мальчики, морские свинки, умирающие от радиации и бактериальной войны» и так далее Но цензура усмотрела в этом намек на эксперименты Пентагона над людьми И эта фраза об умирающих мальчиках, морских свинках также была вырезана Вот такие они, якобы независимые западная журналистика и Голливуд Это была программа «Скрытые угрозы» и я, Николай Чиндяйкин, увидимся через неделю Субтитры создавал DimaTorzok